Еее, здорово! Если ты хочешь выиграть халявную соточку на любую из своих карт, киви, кошелёк, неважно, как например вот этот вот чубзик, то тебе нужно просто поставить лайк, написать какой-либо комментарий, который будет состоять минимум из четырёх слов, и обязательно подписаться на мой канал, потому что в следующем ролике ты узнаешь победителя, что возможно им будешь именно ты, и кстати давайте пожалуйста добьём уже 5000 подписчиков на моём канале, буду признателен абсолютно каждому, кто мне в этом поможет. Я кстати бегаю и снимаю на проекте Вольф РП, мой сервачок это Сент-Луис, и если вдруг вы захотите погамать вместе со мной, то я только рад, можете указать мой промокод хэштег Лепар при регистрации нового аккаунта, за него вы получите очень много денег на лапу, и на третьем уровне обязательно отписывайте мне в личные сообщения вконтакте, то что вы мой реферал, и тогда я помогу вам прокачать аккаунт, развиться, и ещё кучу всяких разных приколов вам дам. Заваривайте себе горячий чаёк, накладывайте себе что-нибудь вкусненькое покушать, и всем приятного аппетита, и приятного просмотра конечно же. За последние несколько лет сампо очень сильно поменялся в плане комьюнити, особенно заметны изменения среди гетто игроков. Если сейчас люди идут в гетто с целью постреляться, настрелять фрагов, сделать мувик и выйти, то раньше люди шли в гетто с целью найти новые знакомства, взять лидерку, чтобы доказать всем что ты лучше, а затем основать свою фаму и продвигать её. И сегодня я хочу поговорить о фамах, которые были очень известны на то время, за счёт чего они добились такой известности, что с ними сейчас, и так далее. Хочу начать с такой очень громкой фамилии, как Веласа, овнерами этой фамы являлись целых два человека, это Валёк Сантьяго Веласа и Максимилиано Веласа. Если кто-то вдруг не знал, нынешний Маки Ашер, это и есть Максим Веласа. Они раньше с Вальком очень хорошо общались, я бы их, наверное, даже лучшими друзьями назвал, как мне казалось на то время. Вообще, если кому-то интересно моё мнение, то я считаю, что Валёк дал изначальный старт Максу на Ютубе, ибо он был очень известен в сам комьюнити, и если бы он не забросил свой канал, то я думаю, он бы и Тофика обогнал по аудитории даже, но не суть. А в 2016-17 году во Вконтакте, не помню точно когда, появилась функция товары, и тогда медийки того времени придумали способ, как свою популярность конвертировать в прибыль. Тогда ещё не был развит сам Ютуб, как он развит сейчас, и проекты не платили деньги ютуберам. Все ролики делались абсолютно бесплатно. Так вот, медийки тогда начали продавать через товары свои моды, предоставлять прочие услуги, и самое главное, появились платные инвайты в семьи. Да, и Веласа не стала исключением. Максу эта идея не понравилась, и он решил уйти с Фомы, а я напомню, что Макс был одним из её основателей, между прочим. У него было немного вариантов, либо идти уже в известную Фому какую-то, состоявшуюся, либо создать свою, и начать её развивать. В принципе, так он и поступил, создал свою фамилию Ашер, вот вам, в принципе, и история создания личности Маки Ашер. Если что, это была официальная версия Вали Веласа про Фому, но я же считаю, что всё было немного по-другому. Если вам интересна моя версия, то вот. Так как они оба являлись обнерами, платный инвайт сделал Валёк. Да, и в принципе, большой вклад в Фому сделал тоже он. И я думаю, что Валя просто хотел лутать все деньги с инвайтов, с Аленова, либо всё-таки какой-то небольшой процент Максу тоже перепадал бы, не знаю, но всё равно Максу такой Варик показался не очень привлекательным, и он решил создать свою Фому, чтобы залутать побольше денег. Это уже лично моё мнение, ибо я не вижу другого смысла создавать свою Фому, когда ты хорошо общаешься со всеми именитыми чуваками, и в случае чего ты можешь уйти абсолютно в любую Фому, и гаммой с кентами уже там. Да и тем более, когда ты очень хорошо общаешься с человеком, и потом просто взять и уйти из-за каких-то мелочей, ну не знаю. Ну а Веласы в скором времени, кстати, распались, ибо Валёк перестал играть в Самп, и вот такой вот Зен получается. В этом ролике я уделил время только одной Фоме по той причине, что это тестовое видео, и мне интересно, зайдёт ли такой формат или нет. Если я увижу, что эта тема набирает хорошую активность, то обязательно выпущу продолжение про остальные Фомы. Может быть и не только про Фомы, расскажу про каких-то отдельных личностей, или ещё какие-то старые приколы. Потому что в эту игру я играю уже 9 лет, и поверьте, рассказать я могу много чего интересного, чего многие из вас, возможно, даже и не знают. В общем, дайте мне знать, продолжать или нет лайками, комментариями и так далее. Также не забывайте про конкурс, и всем спасибо, кто досмотрел до этого момента, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok